Более 260 миллионов человек в мире говорят и пишут на русском языке. Однако делают это действительно по-русски далеко не все эти миллионы. Напомнить чебоксарцам, как звучит язык Пушкина и Толстого решили организаторы книжной экспозиции, которая открылась в Национальной библиотеке. Чел, у тебя реально крутой прикид. Еще недавно эти слова в нашей стране приняли бы за иностранное. Под словом «базар» подразумевали торговлю. Однако все меняется. Накануне 8 сентября Международного дня грамотности в Национальной библиотеке организовали выставку, которая призвана напомнить горожанам, что русский язык все еще великий и могучий. Русский язык является одним из шести языков, которые юридически провозглашены Организацией Объединенных Наций. Это говорит о том, что на нашем языке, как и на других языках, можно вести международные переговоры, вести деловую переписку, делопроизводство. Данную выставку мы провели для того, чтобы привлечь внимание к культуре речи, к тому, как сейчас молодежь общается между собой. Могущественное орудие, как называл русский язык Тургенев, представлено выставке «Семью разделами». От истории слова до современных проблем. Кстати, прикоснуться к истории языка здесь можно в прямом смысле слова. Мы рассказываем, что до 18 века, до создания литературного русского языка, вся литература выходила только на церковно-славянском языке. И представляем оригинальные издания, начиная с 17 века, чтобы детки могли посмотреть, потрогать, полистать, попробовать прочитать эти уникальные книги. Кроме старинных книг, в деревянных обтянутых кожей обложках особая восторг у посетителей, пожалуй, вызовет возможность хоть ненадолго сменить клавиатуру и монитор компьютера на бумагу и настоящее перо. Я сегодня писал пером, чернилами. Мне это очень понравилось. Я успела узнать, что есть разные словари очень известных ученых и писателей. Мне здесь понравились вот эти старинные книги. Мне очень интересно почитать, что там написано. Познакомиться с родным языком поближе, как бы странно это ни звучало, можно будет до 14 сентября. В эти дни, помимо книжной экспозиции, в библиотеке планируют провести еще ряд мероприятий. Это игры, презентации, лекции. Ну а применить полученные знания можно будет на интерактивном диктанте. Информацию о времени можно найти на сайте библиотеки.